В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Земля ушла из-под колес. На проспекте Ленина две легковушки оказались в кипятке. Есть куда пожаловаться. В Самаре продолжает работать горячая линия по вопросам отопления. Гостей в космос. Космический тур разработали в Самаре. ЧП в Самаре в Яму с кипятком ушли два легковых автомобиля. Это случилось ранним утром на проспекте Ленина рядом с 16-м домом. Провал образовался из-за повреждения теплотрассы. Кто будет компенсировать автовладельцам ущерб и когда устранят аварию на месте, выяснила Марина Матвейшина. Когда утро начинается не с кофе. Проснувшись, автолюбитель Михаил Шашов выглянул в окно и увидел, как из-под его машины валит пар. В испуге выбежал на улицу. Увиденное поразило. Буквально на глазах два автомобиля, его и соседний, проваливались в кипяток под асфальт. 12-я модель, она пониже села, а моя как бы сверху на нее. Я еще залез в машину, хотел отъехать, но переднее колесо уже зацепилось за асфальт и я не смог. Я сразу выскочил из машины, потому что здесь очень быстро все это происходило. Я думал, с машины можно уйти. Владелец второго авто подошел позже. Мужчина, как обычно, собирался поехать на работу. Но на парковке его ждал такой неприятный сюрприз. Шок. Хотел посмотреть, что за машина там оказалась моя. Аварийная бригада предприятий тепловых сетей сразу же прибыла на место. Автомобили извлекли из ямы и начали работы. Пять домов отключили от отопления. Причиной всему стал порыв на трубопроводе 159 миллиметров постройки 90-го года. Срок непредельный. Срок подлежит еще нормальной эксплуатации. Но случаются временные технические отказы. Пока рабочие устраняют повреждения теплотрассы, автовладельцы подсчитывают убытки. Внутрь вода зашла. Здесь полностью вода. Вот она даже белесая. Приборные щитки запотели. Значит, здесь пара парила. Тоже горячая вода. Здесь все затоплено. Сидение. Второй автомобиль пострадал еще больше. Возможно, что поврежден двигатель. Точнее, это определят независимые эксперты. В ПТС обещают возместить убытки. В любом случае у нас застрахованная ответственность перед третьими лицами. Значит, соответственно, мы компенсируем все затраты. Завершить работу обещают к трем часам дня. К этому времени аварийная бригада должна заменить трубу, заделать асфальт и подключить отопление в дома. Марина Матвеевична, Григорий Прешаков. События. Замерзаешь, звони. В Самаре продолжает работать горячая линия по вопросам отопления. С начала ее работы с 10 октября поступило около 1000 заявок. По данным районных администраций, отработано около 600. Работа по обращениям продолжается. В основном, это регулировка отдельных стояков отопления в квартирах. Все жалобы, поступившие на горячую линию, находятся под контролем. На совещании в департаменте городского хозяйства и экологии вице-мэр Владимир Василенко еще раз обратил внимание подчиненных на то, чтобы районные власти делали отчет каждый день. И по принятым мерам, и по количеству отработанных адресов. Я бы попросил в данной ситуации, это вот те адреса, которые пришли на горячую линию в департамент, которые пришли на прием, который вел федеральный инспектор ЧИБАН. Сегодня обновленную информацию, Юрий Иванович, она должна быть по этой прямой линии. Понятно, да? Далее коротко о других темах дня. В Самаре задержали банду похитителей автомобилей. Всего к разбою, по версии следователей, причастны пять человек в возрасте от 21 до 26 лет. Они подозреваются как минимум в четырех преступлениях. В трех случаях предполагаемые злоумышленники похитили у потерпевших автомобили, угрожая предметом, похожим на пистолет. Сейчас все мужчины находятся под стражей. Похищенные автомобили изъяты. В ближайшее время их вернут законным владельцам. Замкнутый круг. Дело об убийстве самарского банкира Дмитрия Пузикова во второй раз вернули на доследование. Красноярский районный суд признал материалы, предоставленные обвинением, недостаточными. Вдова банкира Екатерина в августе 2015 года уже выслушала приговор. Семь лет колонии за отравление супруга. Однако этот вердикт не устроил обе стороны. Апелляционная инстанция отправила делом дополнительное расследование, а Екатерину Пузикову под домашний арест. Когда же материалы вернулись в суд, их нашли недостаточными и вновь отправили на доработку. В Самарской области сразу на 80% снизит популяцию дикого кабана. Министерство природных ресурсов России рекомендовало пойти на такую радикальную меру, чтобы не допустить проникновения на территорию губернии африканской чумы свиней. Случаи заражения зафиксированы в непосредственной близости к границам региона – в Татарстане и Саратовской области. В угрожающую зону входят 12 районов. Напомним, на прошлой неделе дикого кабана видели в Самаре на Новосадовой. В Самарской области сохранится холодная и дождливая погода. Вторая декада октября ожидается на 1,5 градуса ниже средних многолетних значений. В среду, 19 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью столбик термометра опустится от 2 до минус 3. Днем поднимется от 3 до 8. В поиске новых концепций развития географического образования около 250 учителей географии со всей Самарской области собрались на первый региональный съезд. На поездке дня вопрос, как заинтересовать школьников предметом и научить их применять знания на практике. Проблема стала злободневной после того, как были опубликованы результаты географического диктанта. Так, в Самарской области почти половина участников не справилась с заданиями. Учителя совместно с Русским географическим обществом сформируют новый подход к образованию. Затем делегация от 63 региона отправится с своими идеями и предложениями на Всероссийский съезд. Он будет проходить в Москве со 2 по 3 ноября. Мы надеемся, что это привлечет внимание как учительской общественности, научных кругов, безусловно, и молодежи, которые, как я вам уже сказал, даже школьники и студенты показали знания хуже, чем в среднем по стране. Поэтому тема очень актуальная. Космический тур придумали в Самаре. Это рабочее название туристического маршрута для российских и иностранных гостей города. Тур включает в себя проживание в санатории, посещение интерактивной выставки и музея «Самара космическая». Там гостям областной столицы покажут новые экспозиции. Космический тур в Самару – одна из первых идей, реализованных в рамках проекта «Космоград.РФ». Это интернет-ресурс, где жители Самарской области могут предложить свои идеи по развитию инфраструктуры в регионе и всему, что связано с тематикой авиации и космонавтики. Это, по сути, уже завершающий этап. Мы анонсируем конкурс на лучшие креативные идеи, которые будут размещены на сайте «Космоград.РФ». Предполагаем, что наши партнеры предоставят призы для всех тех, кто разместит свои идеи на этом сайте. А вот что вы увидите в наших следующих выпусках. Недолго бегал насильник, надругавшийся над 17-летней школьницей, задержан. Под строгим контролем в Самаре продолжается строительство домов для обманутых дольщиков. Инновационные технологии в десятках отраслей. В Самару прибыла делегация из германской Саксонии. Как и чему учатся волонтеры, что входит в образовательную программу для добровольцев и кто может стать ее участником. В программе «Город-С» директор МБУ «Самарский дом молодежи» Сергей Бурцев и начальник отдела городского департамента культуры, туризма и молодежной политики Екатерина Щинина. Смотрите в 18.15. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин